Великой Победы Великой Победы Здесь ей поручили руководить бригадой студентов, будущих историков. После возвращения в институт в связи с началом занятий, вместе с другими студентками неоднократно обращалась в военкомат с просьбой направить ее на фронт. В суровые октябрьские дни 1941 года, когда враг стоял у ворот Москвы, ЦК ВЛКСМ обратился к девушкам с призывом добровольно пойти в авиацию и в ее рядах защищать родину. По инициативе героя Советского Союза Марины Росковой началось формирование женских авиационных полков. Формирование полка, в который попал Акимова, завершилось уже в Приволжском военном округе, в летной школе города Энгельса. В школе Александру Акимова определили в группу вооруженцев, назначив механиком по вооружению. Александра была разочарована, поскольку мечтала летать. Она старательно осваивала новую специальность и освоила ее хорошо. 27 мая 1942 года полк вылетел на Южный фронт. Полк побывал на многих участках Советско-Германского фронта. За мужество и самоотверженность, проявленные в боях с врагами, он был удостоен звания гвардейского и стал 46-м гвардейским дважды орденоносным Таманским ночным бомбардировочным авиаполком. В составе полка Александра Акимова прошла долгий боевой путь. Работая механиком по вооружению, она вносила свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Одновременно успешно освоила специальность штурмана. В марте 1943 года мечта Акимовой летать наконец сбылась. Ее назначили сначала стрелком и бомбардиром, а вскоре и штурманом. Начались интенсивные полеты. За апрель 1943-май 1945 года она совершила 715 ночных вылетов на бомбометание, разведку и другие задания. Нередко за мощь приходилось вылетать по 10 раз, а 20 декабря 1944 года вылетов было 17 и все на бомбометание. За свои боевые дела она награждена пятью орденами и выросла в звании до старшего лейтенанта. Наиболее полная оценка Александре Акимовой дана в боевой характеристике и представлении к званию Героя Советского Союза в мае 1945 года. От рядового мастера авиавооружения выросла до квалифицированного штурмана эскадрильи. Отлично обладела техникой самолетовождения в ночных условиях. Как штурман ориентируется отлично. За весь период боевой работы не имела потерь, боевых ориентировок по вине штурманской службы. Летает исключительно смело, не страшась ни прожекторов, ни зенитного огня противника. Как командир обладает хорошими организаторскими способностями и командирскими навыками. Умело руководит подчиненным штурманским составом. Подготовила и ввела в строй семь молодых штурманов. Умело и грамотно передает свой опыт работы молодому штурманскому составу. Достойно высокой правительственной награды присвоения звания Героя Советского Союза. Это представление было поддержано командиром дивизии и командующим 4-й воздушной армии. Главокомандующим северо-западного направления, маршалом Советского Союза Рокоссовским. Военными советами. Они дали положительное заключение, но в Москве оно затерялось. И только в 1994 году по ходатайству ветеранов Военного Совета Военно-Воздушных Сил указом президента России старшему лейтенанту в отставке Александре Федоровне Акимовой было присвоено звание Героя Российской Федерации. В октябре 1945 года Акимова была демобилизована и сразу же вернулась в институт, где продолжил обучение, совмещая его с активной общественной работой, прежде всего по военно-патриотическому воспитанию молодежи. После окончания учебы в институте Александра поступила в аспирантуру, окончила ее и защитила кандидатскую диссертацию. В 1952 году ее направили на преподавательскую работу в Московский авиационный институт, в котором она проработала вплоть до выхода на пенсию в 1992 году. Александра Федоровна Акимова скончалась 29 декабря 2012 года на 90-м году жизни в городе Москва. Похоронена на Троекурском кладбище столицы. Когда вы песни на земле поете, Тихонечко вам небо подпоет, Погибшие за Родину в полете, Мы вечно продолжаем наш полет, Мы вовсе не те, не безмолвные, Мы ветер и крик журавлей, Погибшие в небе за Родину, Становится небо над ней, Мы дышим, согревая птичьи гнезда, Баюкаем детей в полночный час, Вам кажется, что с неба смотрят звезды, А это мы с небес глядим на вас, Мы вовсе не те, не безмолвные, Мы ветер и крик журавлей, Погибшие в небе за Родину, Становятся небом над ней, Становятся небом над ней, И видя сверху наш двадцатый век, К вам тихо прикасаемся руками, И думаете вы, что это снег, Мы дышим, согревая птичьи гнезда, Баюкаем детей в полночный час, Вам кажется, что с неба смотрят звезды, А это мы с небес глядим на вас, Мы вовсе не те, не безмолвные, Мы ветер и крик журавлей, Погибшие в небе за Родине, Становятся небом над ней.